Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще и Old World в частности, вы видите и слышите Алексея Халецкого, я надеюсь это последняя серия прохождения Old World за Египет на реальной карте Средиземноморья и на последнем уровне сложности. Я прошу прощения с тем, что эта последняя серия задержалась, потому что на самом деле я ее выкладывал. Более того, там даже просмотры есть и комментарии. Но мне стали приходить комментарии, а где последняя серия? Я пошел ее смотреть и она реально никак не проигрывается. То есть там как будто какая-то ошибка, я даже ее скачать не смог с ютуба, чтобы ее заново запостить. И мне приходится сейчас перезаписывать, я уже ее записал 2 или 3 недели назад, я сейчас буду перезаписывать, начиная с предыдущей серии. Получается, поэтому я прошу прощения, что я тут буду иногда просто забывать, что творилось. Не знаю, почему так случилось, но последний месяц ютуб реально очень как-то странно работал, пропадали. Ну, в общем, конечно, странно работал. Не буду перечислять, давайте лучше к делу перейдем. Тут намного всего надо сделать. Значит, последняя амбиция контролирует 7 чудес света, но 6 чудо мы, в общем-то, строим вот здесь, но проблема с 7 чудом. И мне кажется, единственное, как мы его можем заполучить, это захватить столицу хеттов. В общем-то, этим мы и занимаемся. Тир. Ну, в общем, я тут везде строю катафрактарии. И... В общем, я везде катафрактарии. Надо бы, на самом деле, начать строить еще и этих метателей. Так, кстати, могу ускорять вообще, не тратя счастье, между прочим, еще перестосую. Может этим и заняться, чтобы быстрее... Чтобы быстрее... Так, а у меня все походили, я смотрю, да? У меня еще 143... 143. Давайте мы, может, реально ускорим. У меня железа дофига и камня дофига. И камнями, по-моему, ни на что уже и не нужен. Ускоряем катафрактарий. Один ход. Кушицкий всадник. Те, реально, во всех городах сейчас поускоряешь, чтобы быстрее... Все это было. Кушицкий всадник. 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 все вроде везде куда вообще садовника тоже можно ускорить с другой стороны а нафига счастье то у меня так дофига по городам у всех нулевой уровень несчастье но хотя вот плюс 6 и 4 в юрусалим капает можно сюда между прочим и перебросить эти все что просто не накапливался накапливалось несчастье о минус 3 можно на этом и оставить так и я всеми юнитами походим что заканчиваем ход чем многими тут хетты оглушен но все это и беремеха на потому что не сможет ходить к оглушен ты не можешь ходить больше моих она у меня кто вообще этот был манганель не так много армии не так много армии мне кажется у хеттов так карфаген обращается в манихейство зашибись погибла наша верховная советница сколько лет было 53 ну рановато и генерал погиб на службе поддержкой персов вы знаете что я подумал что нам не нужна поддержка персов потому что они тоже будут захватывать города хеттов и получать очки персы вторые по очкам после хеттов поэтому нафиг надо о бесплатный дальнобойный лучник этого мы заберем новая верховная советница это все почему-то минус к но я бы наверно эту пас посадил просто потому что мне уже цивики то не нужны на счет какой-то перебор хотя этих тоже можно нужен ли мне рост города с другой стороны муштра муштра вот понадобилось бы мне ладно вот этого используем вавилоне грейцы могут быть открыт для переговоров что поможет улучшить нам отношения так с вавилоном или с греками война с римом у меня может мир заключить с ним не были раз греками скорее так нет не будем развратными быть ну давайте наверно попадает под заплатили или не ладно я простую смерть не хочу день я лучше деньги буду тратить на покупку юнитов караван карфагенских артистов прибыл в джанэ чтобы отпраздновать крепкие отношения между двумя нациями среди них наследник карфагенского престола престола малх вы замечаете что весь вечер переглядывается с вашей наследницей нефертарием давайте пускай наслаждаются жизнь ваш сын герцог пеппи сбежал со своей возлюбленной пускай сами строить свою судьбу то время как идут воины они там сбегают так значит давайте так и так мы еще сможем ходить не пойму трирмы не захватили да еще и и дамаск еще не захватили а пождя почему меня не сработал я думал тут этот срабатывает черт ну когда можно атаковать кусок ты убил примерно как-то эту на самом деле это пульту завалить с и и и и конечно слабенько по по пикинером работают это фракторе и ничего не скажу надо было наверное атаковать этими мечниками копейщика причем не нужна муштра ведь уже не хватает генералов назначать брины не хочется как-то конников ставить чтобы осуществом прям добегает до сюда да не показалось давайте но наверное два манга на нет поле боли допустим не отличаются полибол манганель полибол раскалывание и пронзание а дальность манганель дальше стреляет она давайте манганель наверно и две штуками надо 6 на 7000 мне надо так тут манганель строим могу даже сразу кстати построить и тут манганель их остальных катафракторе блин еды не хватает на катафракторе прикол может и не стоит не стоит ускорять да слушайте нормально так еды не хватает сейчас надо каждый катафракторе и железо соточка уже надо не забывать сколько еще два города 1650 ну и 100 железо ладно давайте не хочу пока камень продавать так сделаем так и теперь сколько нам надо денег чтобы манганели следующим ходом уже были готовы 640 и тут 640 780 то есть 1440 продаем полностью железо продаем полностью железо ну где-нибудь здесь катафракторе где дольше всего он строится 1140 достаточно я думаю так на автомат или или пожить у нас там дороги проведены но тут дорогу вот в принципе нам тут дороги нужны получается так что-то странно сейчас было анимировано появились лучники просто так так хетты в мир с римом в персии умер царь бардия возлюбленный мегабас новый персия объявила войну вавилону плохо мира сейчас вавилон снесут просто так в амунии рудник и каменоломня рост мудрость рудник каменоломня в амунии ну тут у нас один рудник да и все не тогда не прикольно дать наверно росту городу дадим тогда жалкие камни избавить мир от карфагенской заразы войну карфагену не высокая лет 76 пофиг пускай не отнимает внимание совета нет надо за свои поступки отвечать брак останется в силе так каждый день через вас проходит десятки или не сотни человек выбрашивающих у вас те или иные услуги очень редко там бывает что-то интересное но иногда им все же удается вас удивить сегодня как раз такой случай простолюдин неделями добивавшийся ваши иудиенции немедленно начинает возбужденно делиться соображениями о модернизации армии ваш первый порыв пропустить его лепит мимо ушей ведь подобное вы слышите чуть ли не каждый день но что-то притягивает вас в том рвении с которым относится к предмету и вам кажется что в его словах что-то есть идея об усилении армии используя различных животных новыми неиспробованными способами кажется вам одновременно интересной и воплотимой ну давайте посмотрим 6 270 ему надо да посмотрим почему это приведет так любезно убивать и не сделаем так этот караван давайте отправим хоть в вавилон я думаю чтобы не разграбили хетты так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Жанна я буду строить... Тут быстрее строится... А в Ивате... Фермера, наверное... Тут тяжеловато идет, потому что у него... Бонус против... Наземных юнитов... Генерал Яхмус не только добился сокрушительной победы, но и схватил ценную хетскую пленницу... Судьба нам благоволит, так освободить за выкуп, казнить его, а голову отправить на родину в назидание... Нашим заложникам... Пожалуй, да... Так, получить мечника за 120... Железо, блин... Сотню железа купить 895 стоит... Ну, я считаю, что лучше мечника, конечно, получить... Я не знаю, стоит ли мне Дамаск забирать... Мне кажется, надо дальше идти быстрее, другие города брать... Так, кровожадную сделаем... Тут пробегать как-то тяжело без генерала... Мне надо реально быстрее... Там перс сейчас начнет Вавилон захватывать... И получать кучу очков, пока я тут последнее чудо... Пытаюсь... Блин, а то что, дороги никакой нет? Ну, что он так долго... Вообще есть, но... Там просто по морю, видимо, перемещалась быстрее... Манганель... Был доставлен... Ну, хоть приказов у меня дофига... Я походу анимации между входами выключил... Так, царица... Бальзабел превосходная мертва... Мнение о нас дружелюбное вроде как... В Персии... Мегабас воин отрекся от престола... Успешно ослабил оборону города... Изначало... Поначалу восстание от агента... Привело к новому событию... Ну-ка... Уже несколько недель сообщение... С агентом Камосом города Джанэ... Было затруднено из-за погодных условий... Недостатка посланцев... Но только с последним сообщением... Мы узнаем правду... Камос переметнулся к Хецкому двору... А без агента не будет и восстания... Блин... Жаль... В долгу... А я бы не помогал... Честно говоря... Ну и с фиглем там... У нас вот тут главное... Чтоб Персия... Наглянусь... Не захватывает ли Персия... Какой там... Города Вавилона... Ну пока вроде нет... Как по силе... Вавилон слабее... Персы гораздо сильнее... То есть... Персы гораздо сильнее нас... Прикиньте насколько они сильнее Вавилона... Блин... Так... Пошли... Мы сразу... В Тарсу... Я думаю... А может сразу Хатусу... Типа... Пытаться захватить... Там вообще... Ну ладно... Все равно пока у нас... Мы не можем дальше подходить... О... У нас... Благовония... Лишние появились... Ну... Нету смысла никуда их отправлять... Честно говоря... Тут я даже... Благовония отправляю... Да... Тут реально дороги нужны... Так... Так... Возьмены... Там все... Типа... Там все... там раненый слон не хочу его прям дальше вести сильно на местнице нам у нее погибло из наша супруга погибла как видите я пропускаю уходы компьютера там не уже хит то ничего не делают в общем-то во время перехода хода очень ну первых подвисает комп во-вторых мне муж вам это интересно я просто медленнее быстрее видео сделаю более динамично так найти промышленность новая наместница в амуне у нас пускай будет давайте любезный а здесь мир нет правильно каши минус к муштре с одной с раз другой сами кажется у меня уже юнитов выше крыши так надо тир забирать уже блин я не поставил в боевый режим так нужно хватить по идее нет я забрали тир так теперь тут дороги это уже проведена вот сюда надо почему так почему так мало походил и по вот же дорога меня проложена почему так почему по одной клетке ходит типа не моя дорога так немножко дерево подсоберу все равно это не требует не ну странно она его захват идет а лучники появились не ну тарсу надо забрать все-таки без тарсы в хату в хатусу как-то тяжеловато будет и мухон видите тут штурм есть а почему там вот я ходил и не было штурма я не знаю миллион иудейских миссионеров почему-то дать вера казним их еретиков к зороастризму неприученное к лотку и нафиг нам такие нужны здесь до наша любимая жена погибла еще умерла так они не пойду на поводу у посла о плюс муж отрывал проект завершён причем весьма успешно так что я хорошо вложился так это я могу генералов так граждан тут больше нету исследованиями тоже нафиг не нужны празднества мне нафиг не нужно знаю мечников делать а вот этот тяжеловато идет она может отсюда постреляем по дамаску пока вообще мне бы это городам эти манганели подводить сурово прокачал это у него ранение так и это вот уже генералов сделаем ну добавим генерала ваша дочь перешла в египетское язычество ничоси так ну и нам мы отвагу берем сколько он будет захватываться 3 хода нужны дороги к сожалению блин то что даже ну типа я например когда он чужой город предположим работа дороги не работают но при захвате я думаю дороги уже должны типа я контролирую территорию то есть она не захвачена мной но дороги хотя бы типа нейтральные для всех должны быть еще так больно и поэтому манганелю как-то не понял я а поэтому манганелю как добрый человек все прилегают такой же не хотим есть конечно парочка еще этих она давайте то я вот так отведу добавлю сюда генерала понеслись к хатуссе а вон оттуда еще смотрите катапульта может фигачить у меня в принципе дофига юнитов я думаю мне должно хватить для захваток а когда у нас шестое чудо построится 3 хода 3 хода всех генералов я раздал ну к этой семьи на меня это основная семья на самом деле так что может по тусу реально начать атаковать уже там видите нету юнита внутри нам же важно именно ее забрать они все города хеттов пожалуй постою сюда отойду на всякий случай там манганель будет работать его манганель манганель меньше урона получить так это стоит здесь иначе город не будет захватываться если мы свалим там же мне еще не сразу чудо сработает надо будет город тоже как так же как у этот типа там пять ходов надо будет его захватывать блин чё тут строить вообще блин вообще нифига не надо еды нету ни хрена зато самый дорогой камень мой блин чё тут делать советы проводить везде фермеров потому что еды еще реально не хватает и деревом это взять негде то вот и дерево точнее негде вот и так хеты мир с персией кстати персы он какой-то город уже у вавилона захватили 5671 и вот тут проблемка пришли копья видите два копья мне уже одну лошадь завалили с этими копьями у меня проблемка будет меня до мечниками точно его и вот этим вот этим лучником еще по ним сначала сработать видите не хватает у него плюс сто процентов против кавалерии очень плохо о зашибись так кониками по городу надо тарсу захватить у меня еще проблема что я очень тяжело у меня манганели подходят очень медленно отсутствие дорог и вообще же типа вот тарса там тут эти леса как я понимаю так а тут есть дорога энер там попозже так хочу марс марш брошок фу марш бросок почему недоступен а пошли еще ходить могу а плага так герцогиня образованной становится нет ленивый так союз с карфагеном нет не хочу я союз с карфагеном наместник у вас это дотошный пехота блин ладно дотошный пускай цветом я хотела ничего не строю ну и и и и и и стоим захватываем так не пойму докуда я добежать могу вообще так иногда я не понимаю а методин ход остался так вот этим сначала компьютер догадывается что я атакую кавалерии и он строит пикинеров вы представляете какой уровень недостижимый для цивы просто допереть полностью не вырубаем так немножко подрихтовать они потом обратно вырастут если вы не будете вы не будете пустых делать обратно вырастут деревья так ну хетты пытаются тир отбить вот этой штукой мы наверное слоном ее расхреначим а даже двумя катапультами нас один ход до захвата может и этой а в городе стоит так ну тарсу мы должны вроде как брать а вот тут еще одного коня мне завалили что-то кровожадный не особо это против города считается еще рабочего есть не менее перемирия не будет кое нафиг перемирия у нас тут последняя так еще двоих можно вокруг поставить суровые суровые генералы берут хатуссу но мы к 9 не можем пройти нам пикинеры хетские перекрыли путь так Преободрим Яхмаса. Придморный министр. Предложение к царю. Ну давайте, кто у нас тут мудрая и дисциплинированная. Не в этот раз. Готов оставить прошлое позади. Экономическую реформу. И посол прокачаем на харизму. Это у меня чудо, которое постоянно караваны делает. Так, следующим ходом я шестое чудо заканчиваю. О, рыбака надо. Так, все. Продолжение следует. это я могу беремоу прикол и не знал что я могу беремоу атаковать конем подожди кто-то это вот это ходит так я ж не могу вот этим я точно уже не могу ходить так но у нас уже совершил среди чувствую себя слабым 6 чудо сделал да с римом можно перемирие заключить он тут опять кого-то убили между прочим так ну наконец-то захвачен тир лучник был да вот тут проблемка меня отрезают от путей снабжения вот здесь видите вот это копье тут стоит очень в тему он я не могу ему много урона нанести ладно из этих лучников тогда пойдем тире ремонт отлично забегает все равно мне довольно нормально прореживает мою армию и это во многом еще благодаря манганелем его а я моя свои никак не могу нормально подвести обхатусу например да взять так отдадим рамисидом наверно из опилку построек вторую всего лишь мы империи да окна автомат наверно поставлю рабочих я не знаю что с ними уже делать тут везде наверно 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 а так чё там персия все еще пока один город захватила да но она ведь уже первая по очкам но 13 очков мне надо хатусу захватывать ой блин не знаю что ты был как-то очень много юнитов не валят так у всех в городах а есть в тир можно кого-нибудь направить а нифига нету все на работе да кстати в тир можно одного будет достаточно предмета роскоши еще мне тут юниты проведили о ищем ходом мир не птах умрет так получить мечника да наверное надо получить мечника тактику отправить оливки то убил зверь это вы трофей так а у нас наследница вообще кто мудрая харизматичная да не особо конечно на очку вот ну блин уж смогу город то забрать то вместо этих раненых хочется свежих лошадей подводить ну конечно лошадьми не самый лучший вариант город забирать вы понимаете так по моему ему стены уже снес полностью суть а мне осталось а все забираю я и войдя в хатусу наши войска грабят город и опустошает его окрестности следует ли нам потворствовать такому жестокому поведению позволить и генералу присоединиться остановить бесчинство мы должны сохранить город блин ночи блин вообще пускай генерал присоединяется просто боюсь что там кинуть восставшие появятся рядом и это вообще не надо так можно наверно автоматизацию тут включать а блин лесопилка так сок у нас хатуса будет они же уже он же еще может отбить хатусу сколько ходов 5 ходов захват вот через пять ходов я побеждаю если хатусу не отобьют обратно и может мне еще юниты делать что-то как-то напряжено пока надо просто всей армией хатусу охранять и и и и и и и и критическая прошла карфаген перемирие с римом посол ваша двоюродная сестра погибла на службе наместник абджу погиб на службе генерал войск это к катафрактариев погиб на службе так новый посол герцог пепе вроде ничего такой так наместник абджу о 155 монет вот просто это экономист наверное который посмотрите вот эта катапульта видите практически мне убила она по площади наносит урон а мне с другой стороны надо так стоять чтобы ну ладно таких то мы уберем предположим так еще раз ставим по поширше два хода тарса 4 года катуса она просто более разрежено расставить я вот так думаю конников как-то вот так и зоны контроля чтобы было чтобы не пройти к центру города но и чтобы не так больно била скажите миш был написал что один ход остался а то есть он сейчас следующим умрет до отвагу а 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 катафракторе долго будет так можно шесть годов просто он не засвечивал территории не знаю как он сюда стреляет вот этой своей манганели но мне кажется за счет миссионеров сми такое подозрение да это довольно много конечно можно накрыть мне сейчас но по идее должны должны защитить хату сумме такое ощущение к царства в состоянии мира с греции хрен с ним так царь наконец-то наш умер тут дофига всяких поумирала примем отношение в казну мудрость наука отдайте науку там тактика быстрее получим возможно эти храбрый становится да у нас тактик кстати уж труп получать и генералов больше добавлять протеста выбирал царицу сиение давайте царицу почему а так вы лад да подождите я не понимаю кого сюда добавил них тянут я лучше генералом кому-нибудь так минуту убили парочку юнитов в очередной раз тут точно нужен марш бросок вот сюда чтобы нанести урон по двоим этим ребятам дальше катапультой так блин чуть не убиваю ладно блин он давай так где центр города что-то не пойму здесь так следующим ходом тарса станет нашей это хорошо потому что мы сможем тут лечить юниты сразу сжечь рукописи так наместник вам джук крепкий эти раскопчик раскопчик давайте немного плюс к ресурсам будет но икс ним а А, жителей нету. О, лечение на нейтральной территории. Это круто для этого юнита. Так, кто-нибудь тут еще не генера, вот, поэтому давайте. Так, сейчас у нас Тарса станет нашей и два хода до Хатусы. Но там Перс уже три города захватило, ему 10 очков до победы. У Вавилона мир с Римом. Матриарх Сиены умерла. Египетское язычество. Чего они все так на египетское язычество? Наместник в Элате стоимость улучшения меньше к лагерям и сетям. Давайте просто отвагу. Ваши воины идут в бой с рвением истинных верующих. Они готовы без колебаний отдать жизни, дабы очистить мир от напыщенных глупцов и грешников, порочащих божье творение. Ни один город не устоит перед их напором, ни одна империя. Священная война. Ну это, видимо, закон принят, да? Мечника, мечника, катафрактария. Я бы вот это взял, 520. Вот так. 520 железа всего лишь требуется. Так, Тарсу отдадим Саитам, наверное. Дотошным пускай будет. Так, два хода, да? Нифига не видно, сколько там захват. Прикол, конечно. Два года, да. Но обогнал пока Персию. Тоже 10 очков. Тут вот мне убили юнит. Ремонт укреплений, конечно же. Так, наместника. Давайте вот этого торговца выберем. Еще раз, там прям сразу даже нету плюсок несчастью. Нифига себе. Нормальненько. Так. Так. Блин, не очень я удачный. Я их тут собрал в кучку, честно говоря. Так. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марш-борские двойное количество приказов потребляет. У меня их столько, так дофига, что, в принципе, пофигу. А, блин. Зато муштра закончилась. Я не могу ее купить вот прямо сейчас? Но она у меня появится вот... В следующем ходом 520. Но, по-моему, купить я... Подождите, как-то продавать и покупать приказы как-то можно было. А, за деньги только. Ну, там, соответствующий закон требуется. Нет, за деньги мне. Бессмысленно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, два хода. О, давненько племенных налетов не было около тира налет. Ну, это уже пофигу, честно говоря. Придворный солдат. Это тоже все пофигу. Ну, выберем нового наместника. Давайте вот этого торговца. Так, а где налет-то около тира? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Ну, это, короче... Следующим ходом мы должны, по идее, побеждать. Но у перса 8 очков не хватает. Ну, вроде, хатусы уже не отобьют. Тут уже все. Чтоб мы объявили войну Персии? Нет, конечно. Семсовоинственные. Нормально. Тут уже пофигу, что изучать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, я тут два юнита было. Кто-то их стер, по-моему. Избалованный будет в тире у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, кажется, у нас последний ход. И вот, его я даже не буду пропускать, вы увидите, как долго идет ход, возможно, мой голос будет прерываться во время... Во время всего этого, но вроде... Ну, у нас единственный, видите, был вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сложные стали последние амбиции, на самом деле, ну, а с другой стороны, я кучу-чуть пропустил. Я за Египет мог их реально намного раньше построить, потому что у меня камни построил всякие формы, всячески. Ну, и перс очень близко, и хетты были близки, поверишь, пока не начал нападать у них, возможно, даже видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ход хеттов, нет, еще персы. Четыре очка персам не хватало. Надеюсь, сейчас мне засчитают. День сейчас хетта отобьют столицу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че началось-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, вроде... Вроде прям, чтобы на столицу нету ничего такого движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, напряжно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, перехватили мы и караваны, все отправленные в Вавилоны персов и к персам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под грабителей. И... Да, есть ачивка. Райдер, свинный синглплеер. Вы теперь известны как Нефертари-завоевательница. Ну, да, если вы не знали, я не Алексей Халецкий, а Нефертари-завоевательница, в общем-то. Всем чуя света, Египет побеждает. Так, как это все произошло? Как же это все произошло? Ну, мне кажется, вот нету смысла так прям внимательно изучать. Долгая война с Карфагеном. Конечно, тяжело вот тут было. Но раш катафрактариями помог быстро закончить. Да, слушайте, я думаю, что следующим ходом или через ход побеждала бы Персия, между прочим. Так, ну и кто у нас тут? 50 лет правило Семат. Эсенхебис не сильно запомнилась, 9 лет. Мехаа 32 года про правила. Тутанхамон 39 лет. Мерниптах 30 лет. И Нефертари буквально тут. Чуть-чуть. Что там еще? Как история запомнит эти времена? Так, я первый. Ну, это не здоровье, это на самом деле богатство. По населению первый. Богатство Осирию опережаю. Смотрите, 41 тысяча, 39 тысячи и три пицца. Остальные вообще какие-то нищие. Так. По общему населению на 20. Ну, я все-таки хетов захватывал, поэтому, наверное, специалистов, конечно, дофига настроил. Рабочих у меня меньше всего. Ну, вообще 18 всего. 101 рабочих у хетов. Военных юнитов я предпоследний. Но мне этого хватило. А у хетов 132. Ну, я довольно много юнитов потерял с этих 53. А, так значит, это имеется в виду те, которые вот у нас сейчас есть, юниты конкретно. Потому что у меня потеряно больше, чем подготовлено написано, да? Ну, и убил я юнитов. Ну, кстати, я не так уж и далеко от первого места, на самом деле. Зачищено лагерей. Принято законов. Ну, тут практически все уже все законы приняли. Технологии, кстати, я даже не напереду. Смотрите, я на 10 технологий отстаю. И от Вавилона, и от персов, и от хетов. Самое долгое правление у кого-то из персов было. Завербовано придворных. И развалин исследовано. Улучшений под контролем. Три чудес под контролем. Да, тут я первый. Все равно, смотрите, всего лишь пять, всего лишь пять чудес мои соперники смогли забрать. Так, военные очки. Вот тут, конечно, непонятно. У хетов всегда все равно было больше сила. Но как-то юнитов их не видать. То есть я там вот разгромил первых городов, и потом их просто не видать. Может, тут миссионеры еще учитываются зачем-то? Не знаю. Так, ну, цена ресурсов неинтересна. Производство ресурсов. Тут я не первый был. По-моему, штре не первый. Так, вообще, везде вообще персия была впереди. И по росту я не первый. Нигде никогда не был. По науке вот тут чуть-чуть был. Один раз. По деньгам. Вот единственное, что по деньгам, так это да. Приказов и у хетов, и у персов дофига было. По идее был сначала. Но тут я вот начал строить специалистов. Вот это вот все снижение из-за специалистов. Так, железо. Ну, одним из лидеров был. Камень должен быть был лидером, да. Камень вот тут я, конечно, за счет камня вывозил. А кто по древесине был ли? У меня тут вообще в минус просто в жопе. Ну, в общем, вот такая партия получилась. По-моему, интересная. Да, ну, как всегда, в World World в конце, конечно, очень большие лаги. Я не знаю, видно ли на вам FPS было во время записи. В верхнем левом углу всегда висело. Но там 20 было, 16. Вот. И переходовки очень долгие, на самом деле. Очень долгие переходовки. Но на этом все. Я думаю, еще в будущем увидимся в Древнем мире. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.